Развод по-европейски. Завтра в Брюсселе окончательно решат судьбу Великобритании и ее выхода из ЕС. Как на практике реализуют Брекзит и кто кому сколько останется должен. Елена Зорина обо всем подробнее. Британский эстеблишмент замер в тревожном ожидании. Уже завтра в экстренном порядке в Брюссель съедутся лидеры стран ЕС на повестке дня. Лишь один вопрос. План переговоров по Брекзиту известно, что в документе 9 страниц новоцодержания, пока его не утвердят, содержится в тайне. Но все же некоторые подробности в прессу просочились. В частности, лидеры стран ЕС намерены настаивать на защите прав своих граждан. Как-никак в Великобритании их немало, почти 4 миллиона. Чтобы несмотря на предстоящий развод, Лондон предоставил им вид на жительство и упростил при этом процедуру. Это касается тех, кто будет приезжать в Объединенное Королевство до 2019 года и останется там минимум на 5 лет. Еще одно требование Брюсселя это так называемый счет за Брекзит, то есть бюджетное обязательство, которое взял на себя Лондон до 2020 года. Речь идет о 60 миллиардах евро. Кроме того, выплаты МВФ и Центральному Европейскому банку. Еще один момент. Юрисдикция Европейского суда. В Брюсселе считают, что она должна распространяться на Великобританию, по крайней мере, до переходного периода. Политологи прогнозируют, сюрпризов быть не должно. Уже завтра после ланча план переговоров с Великобританией утвердят. Впрочем, в дипломатических кругах Великобритании опасаются, что именно счет за Брекзит может стать камнем преткновения. Главный переговорщик от Лондона Дэвид Дэвис якобы уже пригрозил. После выхода из ЕС британцы не заплатят ни пение. Но последнее слово все же за премьером Терезой Мэй. И уже завтра станет понятно, приемлемы ли для нее предложенные условия развода или нет. Из Брюсселя Елена Зорина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.